Ну что ж, у нас остался Виталий Цигельный. Виталий, у него, я так чувствую, сверх направленное на практику выступление будет, потому что... Да, потому что название его выступление «Сервисы искусственного интеллекта для репетитора» это многочисленная когорта наших преподавателей, которые занимаются вот этим вот важным трудом и, скажем так, чисто практическим трудом, имеющим конечный экономический эффект для них. И поэтому это очень интересный будет вопрос, о котором нам сейчас расскажет Виталий. Ну, персональные консультации кто-то делает. Да, Виталий, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня, да? Меня зовут Цигельный Виталий, я приехал к вам из Беларуси, хотя люблю путешествовать по всему миру. И то, что я буду рассказывать, это как раз для онлайн-репетитора, онлайн-преподавателя сервиса, который позволяет создавать, генерировать контент и устранять те проблемы, которые получаются в результате образования, когда часто ко мне на консультацию приходят люди, у которых появляются разные вопросы в процессе изучения математики, программирования. И для каждого человека нужно создавать, отвечать на вопросы и, соответственно, создавать какой-то отдельный обучающий путь, проектировать какую-то индивидуальную траекторию обучения. И мы все мечтаем, что начнут появляться такие нейросети, которые будут выявлять какие-то тонкие моменты и генерировать. Но на сегодняшний день это делает большая армия репетиторов, которые устраняют такие проблемы. И еще вторая проблема заключается в том, что просто отвечать, качать голову – это неэффективно онлайн. То есть к тебе никто не будет приходить, к тебе… Ну, ты не сможешь удерживать внимание обучаемых, и чем меньше эти обучаемые, тем им нужно создавать больше какого-то интерактивного контента. То есть не просто там картинки, фотографии, видео, чтобы они могли нажимать, что-то играть и так далее. И я пробую как раз создавать такой контент. У меня есть отдельный веб-сайт по математике, на котором уже более тысячи страниц создал вручную, хотя хотелось бы, чтобы искусственный интеллект создавал, именно выдавал ту информацию из учебников. Есть отдельный проект по программированию, который я веду, всего лишь по два курса. На математике это интерактивная математика, математика для жизни. Здесь по программированию, там есть и реализация федеральной программы по программированию. Но давайте потихоньку. То есть какие моменты помогают? И я надеюсь, сейчас нас смотрят онлайн. Много преподавателей, которые живут на всем постсоветском пространстве, они пробуют выходить в онлайн. И я пару таких лайфхакков расскажу, с помощью которых легко и просто создавать тех же чат-ботов, которые ты можешь интегрировать во все мессенджеры, для того, чтобы потом обучаемые могли не забывать то, что им надо учиться. Ведь вот те, кто там что-то, нужно устранить какие-то пробелы, это либо репетитору, либо преподавателю самому напоминать о том, что нужно что-то делать, либо это должна выдавать система. И вот такие системки легко сейчас интегрируются. Они создаются хорошо там в Google Data Studio, там есть и такие инструменты, как Dialogflow, позволяют вам интегрировать их на собственный веб-сайт, в чат-бот любой соцсети, любого мессенджера для того, чтобы достучаться до обучаемого любым удобным способом. Потому что если ты встречаешься с кем-то один раз в неделю, главное, чтобы потом какая-то система распределяла равномерно задания, оценивала то, что делает обучаемый. И подобных систем их можно брать у ведущих игроков, у Microsoft хорошие инструменты есть. И вот я докопал, что у чата GPT на сегодняшний момент есть такой хороший инструмент, который легко интегрируется в ваши сервисы. То есть здесь я сделал автоматический перевод. То есть они обещают, что это будет такой инструмент, который будет вовлекать наших обучаемых. То есть это хорошая такая задумка. Посмотрим. Ну, это буквально вот недавно он появился. Надеемся, что это заработает и не придется делать то, о чем я вам далее буду рассказывать. Потому что, ну, как ни крути, текст, видео, аудио мы сегодня уже обговорили, как нам нейросеть позволяет генерировать. Вот. И нужно понимать, что, ну, то есть если чат GPT, мы сегодня все обсуждали, как он придумывает какие-то ответы, да, то мне, допустим, нравится, как работает от Microsoft нейросеть, которая легко интегрируется в тот же Skype, когда вы имеете возможность получить те же самые ссылки. То есть Copilot работает, просто что в России, наверное, эти инструменты немножко тушат, да, и поэтому не у всех удается попробовать. А так вот в Беларуси мы живем, мы не имеем никаких ограничений на эти сервисы. И там сразу при общении в режиме проведения того же онлайн-занятия Copilot позволяет отвечать на какие-то вопросы и плюс к тому, что он дает какие-то ответы. Вот я поинтересовался, кто такой Цигин Виталий. Мне Copilot сопроводил с ссылками то, что, да, приводили примеры уже отдельно работающих нейросетей. Это классно как бы работает. Поэтому один из таких моментов. То есть потом далее мы подходим к тому, как, ну, нейросети хорошо генерируют картинки для того, чтобы те странички, те курсы, которые вы будете создавать для обучаемых, они получались, ну, немножечко такими цветными, да, чтобы можно было их увлекать. И потом я начал уже коллекционировать эти все сервисы. У меня большая коллекция их, и я тут быстренько их переключаю. Презентации все останутся. Их можно тестировать неограниченное количество раз. И чем интересно, то, что начинать нужно всегда с простых каких-то сервисов, а потом уже переходить на более сложные, которые имеют настройки какого-то тюнинга, как это сейчас модно говорить, чтобы вы могли легко редактировать и изменять эти изображения. Потому что когда вы берете простую нейросеть, она, ну, сколько бы вы ни бились над созданием качественных промптов, то есть она не доходит до того результата, который мы должны получить. И то есть это, когда я провожу курсы для преподавателей, я вижу, что там преподаватели биологии, но они не могут получить то изображение такого микроорганизма, который хотят. И то есть не всегда нужно использовать это нейросеть, и достаточно простой поисковой системы, когда вы находите из надежных источников самостоятельную информацию. То есть, а когда вам надо что-то такое креативное придумать, конечно, да, здесь нейросеть будет помогать. Это и касается технических дисциплин. Вот. Просто мы обсуждаем те помощники, которые будут. И вот помощники по созданию видео. То есть сколько я не проводил курсов, когда говорил, что вот классно, когда вы провели какое-то занятие, сделать это видео, и что ваш весь текст, который произносится не презентациями, которые замирают, да, а в виде какого-то двигающегося текста сопровождался. Это делают хорошо монтажеры видео, они вставляют из большого количества видеостоков информацию, но на сегодняшний день это уже умеют делать нейросети, которые тоже подбирают какие-то картинки, и ваше видео уже превращается более интерактивным. То есть очень большая коллекция этих нейросервисов, которые могут это делать. Да, то есть я там показываю конкретно, как те же нейросети, там, как Хейген может переводить видео на иностранный язык. То есть здесь получается, работает ансамбль из трех нейросетей. Одна автоматически транскрибировала у вас текст, вторая перевела, а третья сделала озвучку. Ну и четвертая еще немножечко исправила то, что вы произносите. То есть и в большинстве случаев, то есть вот коллекция из этих нейросетей, она, ну, вот таким опытом, когда ты видишь, что что-то не работает, ты начинаешь искать, смотреть следующее, и мы все видим, как во многих, ну, там, кто блогеры рассказывает, что вот такая нейросеть умеет это делать, ты начинаешь пробовать, ну, ничего не получается, как они показывают. И мне кажется, это такой хайп, который немножко пошел вверх, когда ты не имеешь возможности, ну, проверить достоверность этой информации, да, то есть они обещают, ты тратишь время, тратишь деньги еще часто, да, что они все платные, а потом эти сервисы, они не работают, как обещают. Но вот то, что работает очень хорошо и можно пользоваться, это транскрибация видео, которая делается, ну, вот практически с любым расширением в браузере, вы можете транскрибировать видео, сделать краткий пересказ, убрать какие-то моменты, вот те же автопаузы, которые, да, надо сократить полуторачасовую лекцию, разрезать на маленькие кусочки и после этого публиковать. Вот расширение работает, отличненько, я просто показываю, как это получается. Вот так по пунктикам, что мы взяли название, которое получилось от видео, взяли, убрали те лишние слова, это третьим пунктиком я выделил, да, слова-паразит или какие-то возникают, и сгенерировали текст по этому видео, который вы можете вставлять на свою страничку по лекции и давать своим обучаемым. Очень классно получается конспекты, то есть когда студенты ведут конспекты, вы, может, замечаете, когда, да, они уже это сами используют, то есть они берут выжимку из какой-то лекции, кратенько смотрят, то, что нужно ответить, они, ну, уже спрашивают у нейросети. Но это делается и вручную. Я просто вот на примере того курса, который много-много лет проводил в Директ-Академе, как стать успешным онлайн-преподавателем, принцип структуры осталась та же самая. Преподаватель онлайн проводит свои занятия, подключает различные мессенджеры, но просто что на сегодняшний день, то есть буквально там мы наблюдаем, так как за два года все эти сервисы, в них интегрированы, в них интегрирован искусственный интеллект. То есть и в том же Zoom, то, что я показал, может делать Loom, он отлично делает транскрибацию, правда, платная версия, да, делает краткую выжимку этого документа, а я люблю еще интегрировать сторонние сервисы, там, типа GeekNita, который уже в самом Zoom будет работать, выдавать и генерировать саму эту страничку. Даже Camtasia, которая делает транскрибацию видео, тоже здорово работает, и тоже YouTube, он позволяет вам получить автоматическую расшифровку субтитров, которые вы можете скопировать и вставить на свою страничку. А Google для разработчиков, этот инструмент позволяет просто настроить интеграцию, чтобы это в сайт преподавателя после вашей публикации сразу транслировалось в сеть. То есть эти инструменты, они вот так, они все начинают связочки работать, и я даже первый шаг говорю, просто сделайте запись видео на телефон и пробуйте, как эта нейросеть будет потом, ну, транслировать и так далее. Там есть много моментов, связанных с тем, что где это публиковать, то есть я уже преподавателям говорю, что сложно завести собственный веб-сайт. Вот, берите платформу, я там даю полный доступ, публикуйте эти свои видеоуроки после того, когда вы их опубликовали, то есть сопровождайте каким-то текстовым описанием, картинками, чтобы что-то получалось. Хотя на будущее надо думать, чтобы эти все сервисы, они работали в таком интерактивном режиме, как любят наши те дети, в игровом режиме, чтобы можно было в режиме интерактива с ними взаимодействовать. Ну, здесь просто показываю какие-то моменты, как нейросеть создает. Вот один из, там, видите, пункт 3.10, это одна из нейросетей, которая может по текстовому описанию. То есть уже вы что-то прочитали, закидываете этот текст в эту нейронную сеть, она для каждого вашего предложения подбирает картинки, и уже после этого вы выбираете язык, на который хотите, что очень удобно, и диктор, который будет озвучивать ваш видеоурок. Вот это очень отличный такой момент, когда вы сделали какой-то курс, из всего вашего курса можно сделать анонс такой промо-ролик, который раньше надо было заказывать у специальных редакторов. И, ну, как бы интересно то, что получается. Это такой QR-код я составил того ролика, который получился. Ну, и множество нейросетей, которые там улучшают. Я там пропускаю свою коллекцию, там 37-й сервис, который позволяет у Adobe это делать, чтобы ваши глаза были ровненько стоять. Но это мы, наверное, все видели, все пробовали, да, как бы. И этим нужно пользоваться. Просто что когда какая-то нейросет делает вот таких 3-4 инструмента в одном месте, это очень удобно. А когда вам приходится все это делать и нарезать, и там публиковать потом, то есть это значительная часть времени. И для работы, когда вы делаете какие-то персональные консультации, их проходит в день там большое количество, да, а потом вам надо еще для каждой консультации сгенерировать, то есть, конечно, было бы хорошо, чтобы какой-нибудь один инструмент работал, а не множество таких сервисов, да. Вот. Но главное, что я что позиционирую? То есть если остается у вас какая-то длинная лекция на основе искусственного интеллекта, вы ее переводите в текст, потом закидываете в чат GPT, говорите, то есть, ну, опиши какую-то аудиторию, для кого подойдет эта лекция. То есть он уже умеет это делать, он тебе делает эту аудиторию, вот я тут разрабатывал курсы, и он как раз мне описал все, для кого подойдет то, что ты говоришь. Потом отлично разрабатывает программу курса, вот по каждой программе он может уточнять, чему научатся, что они сделают, то есть, и может составлять отлично тексты. Но что мне больше всего нравится, это то, что, сейчас я уже перемотаю до тех моментов, то, что ты после того, когда это транскрибированное видео взял, ты подключаешь в чат GPT и говоришь, типа, сделай мне вопрос к тому, что было. И тогда нейросеть, она отличненько, вот ты прочитал лекцию, сразу ты можешь протестировать своих слушателей. Классно, когда эти системы доведут до работы в режиме реального времени, мы видим, как у Яндекса получилось сделать перевод, там буквально 30 секунд ждешь, и у тебя уже делается автоматический перевод видео. Поэтому если для преподавателей такая система будет создана, которая в режиме реального времени, ты рассказываешь что-то и сразу оцениваешь на мобильных телефонах реакцию слушателей, это будет классно работать. Но пока все приходится делать ручками после каждой лекции, делать нарезочку, транскрибацию, публикацию того, что произошло. Но, в принципе, как бы мы можем даже после того, когда просто записали какие-то лекции, попросить чат GPT сделать онлайн-курс из данного документа, именно текстового документа, который получился после транскрибации. И он отлично справляется. После этого я прошу, что сделай какие-то тестовые вопросы, уточняю, сколько. Все, он отлично. Про то, что именно я рассказывал, он оценивает и создает как бы эти тесты. Что классно, когда ты передаешь это потом команде, которая будет это делать, потому что часто преподавателю нет времени, нет сил это создавать, то есть возможность выделить правильные ответы. То есть я вот так провел там одну лекцию по этим сервисам искусственного интеллекта, и мы видим, как мне классно он все это составил, сохранил все эти модули, потом уточняю, что сохранил все эти вопросы в таблицу Excel, и отлично эти вопросы с этими ответами помещаются. А почему именно хорошо, когда в табличные данные? Все с того, с чего я начинал. У тебя потом эти табличные данные Dialogflow подхватывает, это интегрируется в твой чат-бот, и на твоем сайте или в твоем канале, который ты ведешь, уже у тебя после проведенной лекции у тебя чат-бот умеет отвечать на эти вопросы, которые автоматически сохраняются в эту лекцию. Ну, в принципе, вот так. Потом, то есть это можно, конечно, опубликовать на платформу. Я надеюсь, там еще вы и кто разрабатывает конкретно платформу, это сделают так, чтобы они просто помещались в вот эти таблицы, тот онлайн-курс, и было, и все работало. Я просто преподавателем сделал такую, одну из популярных просто установил платформу, и там можно интегрировать все это в онлайн-курс. Добавляешь то, что у тебя получилось, сделаешь какую-то страничку, создаешь новые разделы, которые тебе помог создать, чат GPT, и все, и публикуешь. В принципе, то есть как бы вот этот процесс, который раньше нужно было делать вручную, он сейчас автоматизирован с помощью нейросетей. И дальнейшие вот как бы нейросети – это уже те, которые можно интегрировать в сам браузер. Очень классно, да, когда мы не открываем каждый раз новую вкладку, а ты при работе над каким-то документом, в своей LMS у тебя расширение помогает делать какой-нибудь суммарайзинг этого документа, и сразу ты публикуешь внутри. Ну, и там какие-то инструменты, это я просто привожу, что потом тебе надо из твоего же курса наделать каких-то коротких роликов, чтобы, да, вписываться в формат, как это говорят сейчас, модно быть, да, для того, чтобы ты попадал в шот-формат. Точно так же, то есть мы берем какой-то инструмент, и внутри там есть способ сделать транскрибацию этого видео, сделать разбивку на короткие документы, и ты создаешь множество таких коротких видеороликов, которые верующатся. Вот это там моя команда сделала для… Есть студия Артемия Лебедева, у них отдельно по искусственному интеллекту. Мы нарезали такие короткие ролики. То есть, как говорится, не всегда искусственный интеллект работает, хотя мы об этом знаем, то есть потом работает человек. То есть, как ни крути, то есть вот так происходит. Ну и, конечно, эти видеоролики, как говорят, там, от чтения проб-то невелик, или от просмотра роликов, главное, чтобы какие-то были действия, это создание интерактивного контента. То есть, если мы берем, то есть, один из популярнейших сервисов, то и они интегрировали, это H5P-контент, который интегрируется, куда мы пожелаем, они тоже интегрировали возможность создавать интерактивные элементы, когда ты не просто тыкаешь мышкой здесь на таком-то моменте, а текстовым запросом, жаль, что пока что он на английском языке, ты говоришь, что сделай такое интерактивное видео, то есть вот, или сделай какой-нибудь тест. Ну, если нам чат GPT сгенерировал, то мы его сюда передаем, этот запрос, и у нас такой интерактивный элемент сделан. Ну, это как бы один, такой кратко, если разобраться из той коллекции, поэтому тоже там у меня сейчас есть и курс, разработанный отдельно для преподавателей, отдельно бизнес, когда обращаются, они говорят, там нету лекций смотреть, там много лекций смотреть этих университетских, нам надо получить конкретные задачи. И есть такие-то, такие-то отделы, они спрашивают, вот как нам внедрить, реализовать, как обеспечить защиту тех данных, которые вот было сказано. И, соответственно, вот здесь я для работы нейросети, то есть очень много, кто говорит, людей теряет работу, но мне кажется, те, кто осваивает сервисы на основе искусственного интеллекта, они будут помогать и тем же преподавателям создавать лекции, и многим другим компаниям тоже, продвижение, создание контента. Главное, чтобы проверяли то, что пишет этот искусственный интеллект. Все, у меня все, всем спасибо. Вопросы из онлайна сразу, спасибо. Первый вопрос, Геннадий Егоров. Спасибо, хорошо для преподавателя, вот как вести контроль знаний для студентов, которые, закачав тот же материал, которые, наверное, закачав тот же материал, могут создать исходное задание для сети. Не совсем понимаю, но может быть. Решение. Я помню, меня спросили, то есть, а как вы будете контролировать то, что они делают? Я говорю, ну, моя задача вообще заинтересовать. То есть, если ты сделал так, что твоя изучаемая дисциплина интересна, то есть они хотя бы потом начнут уже сами углубляться, никто не будет списывать. Но вопрос, мне кажется, здесь заключается в том, чтобы для сети мы генерируем какой-то контент, а он потом будет нерелевантен для каких-то, да? Может быть, я не прав. Еще раз, может, сейчас конкретизировать. Если мы создаем вопросы или задания, а студент, с другой стороны, ничего не делая, задает нейросети задачу, вот о чем. Ну, немножечко так вот. Он закачивает исходную задачу и хочет получить совершенно недоумный ответ. Одной кнопкой ушел. Фишка заключается в чем? Что я показал на примере того, когда преподаватель провел лекцию, искусственный интеллект помогает ему на основе этой лекции сделать вопросы. И не всегда то, что рассказывает преподаватель, есть у обученной нейросети. То есть преподаватель может добавить какие-то свои вопросы, и тогда уже, то есть как бы общие известные факты нейросети, конечно, будут помогать, как поисковик и другие информационные системы. Она будет помогать, отвечать на вопросы студентов. Но сама фишка заключается в чем? Что преподаватель проводит видео, потом делается транскрибация этого видео, публикуется, делается какой-то суммарайзинг проведенного занятия. И это разбивается на какие-то короткие видеоролики, которые потом имеют такой формат. Следующий вопрос. Валентина Степанова. Спасибо огромное за ссылки на полезные инструменты и их краткий обзор. Попробовала копилот в скайп, но почему-то он не отвечает. Ну, это я ответил на этот вопрос, потому что в Беларуси это все доступные инструменты, в России многие ограничены, включая ограничения, и Microsoft очень плохо, что даже если вы VPN включаете, он как-то запоминает то, что этот компьютер был где-то и не дает. А так у Павла, конечно, отличный инструмент, то, что он в отличие от сейчас GPT сразу делает ссылочки, то есть тебе показывает, где эта информация была найдена. Будут ли из зала вопросы? Так, не вижу. Хорошо. Если нет, я возьму себе ответственность за зал. Не первый раз мы сегодня обсуждаем вопрос тестов, как форма, которая пришла из тех старых времен, да? Может быть, существуют какие-то другие формы контроля знаний, ну, к примеру, решение задач, да? Не где там multiple choice какой-то, да? А где нужно изложить точку зрения. Ну, понятно. Ко мне всегда, когда обращается, Виталия, вот как у вас получилось разработать то или другое, да? То есть что мы должны там давать детям своим? То есть я говорю, изучайте математику. В математике там же не тесты надо делать, а там надо уметь доказывать и отстаивать свою точку зрения. То есть, а это, искусственный интеллект, нам пока не может помочь. Здесь нужны люди. То есть почему именно к человеку обращаются, чтобы он там стал репетитором, наставником или каким-то, который формирует, умеет, поможет человеку в конце концов научиться отстаивать, доказывать. Ну, я сегодня в продолжение вопроса Геннадия Егорова, да, если о том, что ответ может найти, искусственный интеллект поможет найти ответ на тот вопрос, который был создан искусственным уже интеллектом, да, условно? То есть они общаются между собой, эти искусственные интеллекты. Нам-то людям нравится с людьми общаться. Вот к вам, как разработчику систем, вот помогите там написать такой модуль, когда чат GPT или кто-то сгенерировал, чтобы эти все сгенерированные вопросы теста перемещались, потому что в большинстве случаев преподавателю приходится копипастом вставлять, а мы имеем вот, как мы уже обучать этих виртуальных агентов и так далее. У нас-то как раз оно автоматом помещается внутрь ЛМС-системы, ну, условно из чата GPT, да? Да, но вы сказали, она закрыта эта функция, или есть возможность, чтобы… Открытая, открытая. Открытая. То есть я могу вот после того, когда у меня лекция прочитана, потом нейросеть у меня сделала суммарайзинг, сделала выжимку кратких моментов, я попросил ее сделать тестовое задание, то есть все, я теперь могу вашу систему передавать, да? Да, они передаются в систему. Хорошо, что я приехал. Я просто рассказал до тех моментов, до которых дошел, да, при работе. То есть пишешь, делаешь, генерируешь этот контент, то есть для каждого обученного создаешь какие-то персональные страницы, с помощью которых он потом будет, да? А потом все равно большее участие приходится делать вручную. И каждый, ну, видите, на шаг впереди находитесь, молодцы, что сказать. Коллеги, еще вопросы? Про эффективный контроль. Сейчас. Я говорю про эффективный контроль, как бы задан вопрос. Возьмите, пожалуйста, микрофон, представьтесь. Про эффективный контроль, вопрос тут задан, просто можно ли его прокомментировать? Про эффективный контроль, где там написано? Инструменты, которые проверяются? Что тут? Пально вопрос. Валентина Степановна. Прочитайте, правильно. К сожалению, многие студенты просто копируют генерированную нейросетью материал и выдают его за свой собственный. Есть ли инструменты, проверяющие это, сделанные нейросетью? Мне кажется, у нас было просто выступление сегодня по этому поводу от антиплагиата. Я просто отсылаю к нашей первой части, где было это выступление. Да, кратко это то, что система, которая проверяет, создано ли они разрабатываются, но ты можешь закинуть ее во вторую, в третью, в четвертую нейросеть, и потом после ряда итераций уже ты не определишь с определенным коэффициентом, с помощью какого ансамбля этот нейро, этот текст был сгенерирован. Ну, в общем, не знаю, главное, чтобы человеку было интересно то, что он делает. Ну, хочет он писать тексты, пусть пишет, не хочет писать, пусть пишут за него искусственный интеллект, там, вон, много надо других профессий садить, деревья вокруг нас там не ставят. Тогда человек будет другим в жизни заниматься, если он не хочет этим. Это по поводу контроля. То, что сейчас ведущая IT-компания, у них нету никаких контролей. То есть у них есть просто большое количество людей, которые там желают, например, в IT. В IT, да, то есть и среди тех, кто, допустим, учится писать программный код, среди тех людей, которые хотят проскочить, и они хотят научиться, да, всему стеку технологий, там, основным конструкциям и так далее. Поэтому если студенты списывают, значит, это что-то не то, что и дисциплина, которая преподается. Ну, давайте последнее. Я знаю многих учителей, ну, на даче, в городе тоже, и они вот год-два назад очень были рады заниматься репетиторством. Но в последнее время, вот я смотрю по их высказываниям, что они уходят с этого поля, как говорится, да, действия. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, тут причин много. С тем, что приходят такие люди, как Виталий. Ну, потому что я сразу говорил, то есть, ну, нельзя быть качающей головой, когда ты сидишь в онлайне. Еще ты пришел, когда лично общаешься, это эффект работы. То есть ты можешь видеть, чувствовать человека в онлайне, там, ты находишься за какой-то преградой, которая, ну, не дает того эффекта, как бы ты ни танцевал. То есть необходимы какие-то другие инструменты, к которым они привыкли. Да, тут мессенджер приходит, сообщение. И то есть ты можешь проводить занятия, отправлять человеку сообщение, он переключается на мобильный телефон. Все, понимаешь, нет ли внимания, концентрация. И поэтому нужно создавать такие интерактивные обучающие курсы, которые будут при проведении тех же онлайн-занятий увлекать человека больше, чем он, ну, он же во время игры, когда ему надо проходить кучу заданий, там, не знаю, там, челленджев, он же не откликается, он проходит. Почему преобразовали? Потому что, ну, значит, не так интересно идет. Нет, а почему налоговая нагрузка? Какая вы имеете в виду? Самозанятый 6%, какая может быть ниже налоговая нагрузка? Происходит, ну, перечисление автоматически идет, так упростили этот процесс, и все. То есть, ну, налоговая, нет, 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 не с этим связано. То есть, ну, а чего? С чем это может быть связано? Нет, просто что, не, 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 вы что, вы в Сбербанке онлайн открыли, сделали? Личный кабинет, отдельная карточка приходит, отчисление, все как бы работает. То есть, ну, может быть, они уходят там, на дачу проводят, не хватает интернета, трафика, да? То есть, мы же помним, как все переходили на дистанционное обучение, то есть, и все создавали эти онлайн-курсы, и надеялись, что человек будет читать, там, выполнять задания и так далее. То есть, ну, а мне кажется, что это связано именно вот с тем медиаконтентом, который сейчас создается. То есть, ну, раньше медиаконтент какой создавали? Там, футбол, хоккей вы любили смотреть, правильно? То есть, по телевизору. А сейчас медиа создается на таком уровне, что там стадионы собирают уже те, кто играет в игры. То есть, они молодежь или кого мы обучаем, то есть, кого мы должны обучать. Им, ну, неинтересно в онлайне. Еще, если мы их посадили за парты, то есть, отобрали мобильный телефон, еще мы можем как-то акцентировать свое внимание. А в онлайне надо применять вот множество методов, способов, с помощью которых это обучение будет таким. Я поддержу коллегу и дополню, вот что, да, меняется поколение, меняются векторы вот внимания, которые как раз вот, ну да, говорили уже это раньше, и клиповое сознание говорили, и очень много всяких факторов. Вот и все. Короткий ролик в конце добавил. То есть, мало того, что мы провели большую лекцию. Студент меняет. Да, надо потом им сделать еще 30-ти секундных роликов нарезать. 100 штук по этой лекции. И если эти видеоролики у него в его там соцсети будут периодически пролистываться, все, у вас есть какой-то шанс зацепить его. Делайте ссылку на эту лекцию после короткого ролика, и он уже переходит по этому короткому ролику, на который наложить музыку, звук, битрейт. И то, это надо, не знаю, создавать такие нейросети, которые понимают, сегодня что-то говорил, можно ли психотип по этому коробке определить. Вот, если можно будет улавливать психотип человека, то есть, понимать для него одну музычку накладывать, для другого другую. И потом, то есть, как бы создавать к длинным таким лекциям, к тому формату, то, что мы должны человеку научить что-то делать, чтобы он действительно был человеком. То есть, нужно будет множество еще других способов. Поэтому, там, если кто нас онлайн смотрит, прикрепляйте комментарии, как вам удается в онлайн удерживать аудиторию. Это сложно, но у вас сложно. Ну что, спасибо. Я хотел ответить, что мы уже почти закончили, и закончили самой практической выступлением. Осталось только... Спасибо.